В Жамбылской области на большинстве автомобильных заправочных станциях нет газа, а на некоторых продают только по талонам. Стоит отметить, что в городе образуются длинные очереди на заправках. В результате приходится ждать час, а то и более. В чем же проблема? Смотрите в следующем сюжете. Поскольку подавляющее большинство водителей легковых автомобилей в регионе заправляются жиженым газом, проблема становится довольно актуальной. Водители автомобиля, ищущие голубое топливо, говорят, что вынуждены стоять в очереди не менее одного часа, и то, если находят заправки, где он еще есть. Слава Богу, здесь есть газ. Сколько дней прошло? Я приехал из пригорода. Газа нигде нет. Каждый год одно и то же. Уже около месяца газа нет. Вот так вот стоим в очереди в городе постоянно. Утром есть еще газ. В двух-трех местах. Если успел, то хорошо. Вот такая проблема у нас. На многих заправках нет газа. На одной есть. И у большинства из них лимит. Я прокармливаю семью благодаря этой машине. В такие холода стоять в очереди – это непросто. Этот вопрос подтверждает и управление ЖКХ. Говорят, что проблема нехватки газа возникла из-за задержки поставок в регион жиженого газа. На сегодняшний день Акиматом области совместно с Министерством энергетики выделено 5000 тонн жиженого нефтяного газа на декабрь месяц. Данный жиженый газ распределен между 34 частными предприятиями по продаже газа в области. Министерством энергетики основным поставщиком утвержден завод АОСИН-ПСИ Актубе Мунайгаз, расположенный в Актюбинской области. Из-за большого расстояния цистерны к нам прибудут в течение 10-14 дней. Ответственные руководители заверили, что в ближайшие дни дефицита газа не будет. Решить эту проблему собираются за счет сокращения срока поставки голубого топлива. К слову, расстояние от завода в Актюбинской области до Жамбулского региона порядка 2000 километров. Аппарат.